Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, за богослужением мы слышим два евангельских чтения. Одно из которых по случаю Дня памяти преподобного Илариона Великого. Это Евангелие от Луки, глава 6, стихи 17 по 23. И воскресное зачало того же евангелиста, глава 16, стихи с 19 по 31. Послушаем его в прочтении Отца Александра. Речи Господь, притчу сию, человек некий, бебогат, и облачашеся в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. И нищ же бе некто именем Лазарь, и же лежаше пред враты его гноен, и же лаше насызитесь от крупиц падающих от трапезы богатого, но и пси, приходящие облизах угной его. Будь же умреть и нищему, и не сену быть и ангелы на лоне Авраамле, умри же и богатый, и погребоши его, и во аде возветочи свои сы в муках, узре Авраама издалеча, и Лазаря на лоне его, и той возглаши рече, отче Аврааме помилуй мя и после Лазаря, да омочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду во пламени сем, рече же Авраам, чадо помини, яко восприялась и благая твоя в животе твоем, и Лазарь так уже злая, ныне же сде утешается, ты же страж деши, и над всеми сими между нами и вами пропасть велико утвердися, яко да хотящие прийти отсюда к вам, не возмогут, ни и же оттуда к нам приходят, рече же молю тебя оба отче, да послеши его в дом отца моего, им оба пять братья, яко да засвидетельствует им, да не идти и придут на место сие мучения, глаголы ему Авраам, им от Моисея и пророки да послушают их, он же рече не отче Аврааме, но аще кто-то мертвых идет к ним, покаются, рече же ему, аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто-то мертвых воскреснет, не имут веры. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, резали струбья его. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаре, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангельская притча о богаче и нищем Лазаре повествует об ужасных последствиях неправильного употребления богатства человеком. Два человека, о которых говорится в притче, живут разной жизнью. Богач проводит жизнь в роскоши, он одевается в порфиру и в весон, пышные дорогие одежды, и ежедневно питается изысканными кушаньями, совсем не замечая, что у его ворот лежит нищий Лазарь. Имя Лазарь является латинским вариантом древнееврейского имени Элиазар, которое можно перевести как «Божья помощь». Александр Павлович Лопухин пишет, «Имя нищего Христос упоминает с той целью, чтобы показать, что у нищего была только надежда на помощь Божию. Люди его бросили у ворот богача. И этот нищий, покрытый ранами и струпьями, желает всего лишь навитаться крошками, падающими со стола богача, но и это ему недоступно. Никто не сжалился над его болезнью, никто не перевязал раны его, и собаки облизывали их, препятствуя этим к их заживлению. После смерти положение их переменилось. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Так у евреев обозначалось беспечальное состояние праведников, отошедших из земной жизни. Архиепископ Оверкий Таушев замечает, Лазарь, как истинный сын Авраама, разделил с Авраамом его посмертный жребий, улучив состояние полное утешительных надежд на будущее блаженства, ожидающее всех праведников. Лазарь заслужил эти вечные кровы без сомнения своим тяжким и безропотным страданиям. Богач же, строго наказанный за то, что не замечал горя ближнего, был низвернут в ад. И, находясь в муках, видя вдали Авраама и Лазаря на лоне его, просит «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Богачу, однако, отказывается и в этом малом утешении. Как Лазарь утешается теперь соразмерно своим прежним мучением, так и богач страдает соразмерно со своим прежним беспечным весельем. А между местом блаженства праведников и местом мучения грешников устанавливается непроходимая пропасть, которая соответствует нравственной пропасти, разделяющей тех и других. Познав теперь всё безумие, прожитой им жизни, богач просит Авраама послать Лазаря предупредить братьев богача, дабы и они не следовали примеру его жизни. На что Авраам отвечает «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Богач же признается, что только необыкновенное явление умершего может образумить их. На это Авраам возразил, что если они дошли до такого нравственного падения, что не слушают голоса Божия, то всякие другие уверения окажутся напрасными. Нам же, дорогие братья и сестры, необходимо помнить, что в будущем веке каждый получит воздаяние от Бога соответственно тому, как он прожил на земле. Если богатый тратит состояние только для своего удовольствия, не помогая бедным, не думая о вечной участи своей души, то будет осужден и не получит блаженства в будущей жизни. Те же, которые терпеливо, скротостью, безропота, переносят страдания и скорби, посылаемые Господом для научения заповедям любви и веры, сострадания друг к другу, наследуют вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! alalalalalalalalalalalaya Субтитры создавал DimaTorzok